Недостаточно купюры, чтобы лык стал ярче. Недостаточно купюры, чтобы становиться лучше. Я попал в ту игру, чтобы взять свои трофеи и выжить. Все, что я смогу, я собираю сделать имя. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас новое видео на проекте Machine Holy Play 1 сервер. Сегодня будет необычное видео, потому что это нарезка за несколько дней, когда я играл. В этом видео выйдет и разные интересные моменты, смешные моменты там и так далее. И вообще, увидите, чем я занимаюсь каждый день на сервере. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков и выходит новая серия по Амазингу. Также не забывайте, что у меня проходит конкурс в группе на 10 миллионов рублей на первом серии Амазингу Реплей. Участвовать может каждый, даже если вы играете на другом проекте. Итоги конкурса будут, пацаны, уже через 2 дня, поэтому кто не участвует, просто быстро бегите по ссылке в описании, в группу. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод, пишите вместе к Апсам Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазингу Реплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Короче, пацаны, пришло время покупать еще одну ламбу в Фому. Я накопил 10 миллионов, давайте я вам сейчас покажу. Вот баланс, в принципе, 20 миллионов ровно у меня. 10 миллионов это на конкурс, а 10 ламмов сейчас я закину в Фому, в принципе. И сейчас эти все папки мы закинем в Фому и купим еще одну ламбу. Так, сейчас семьи внести 10 миллионов. Сейчас поедем к особняку и, в принципе, купим еще одну ламбу. Так, теперь пишем F-меню, управление транспортом, список всех машин. И сейчас купим, в принципе, Ламборгини. Ламборгини 12 миллионов. Все, теперь у нас, пацаны, в Фоме есть 2 ламборгини. Итого, пацаны, у меня осталось в банке ровно 10 ламмов на конкурс и 65 тысяч на руках. Ну, в принципе, ничего страшного. Я заработал на линоборчиках. Короче, давайте посмотрим далее, потому что надо списочки еще делать. Выграть в Хайдайсе 50 тысяч надо. Нихера себе. Так, прилетить на воздушном шаре, купить какой-нибудь вид первой техники. Ну, в принципе, сейчас мы это все сделаем. Так, все, подъезжаем, короче, к первой технике в Арзамасе. Я, кстати, машину поменял. Блин, у меня эта ламба уже больше месяца, но на ней пробег всего лишь 1100 километров. Надо как-то это исправлять, просто, ну, в последнее время я вообще захожу чисто под дальнобой и все. То есть покатать рейсы. И на своих машинах, ну, остальных я не езжу. Поэтому на них пробег такой маленький. И на М3 тоже пробег валики. Да и на всех машинах маленький пробег, кроме Магнума и Мурки. Так, давайте купим самое дешевое просто, чтобы выполнить задание. Потому что, ну, бабки тратить на это я не хочу. Ну, а выполнить задание, в принципе, нужно. Давайте сейчас сразу ее положим, эту хрень, в принципе. И поедем уже в Батырево, надо будет арендовать воздушный шар, чтобы тоже выполнить задание. Так, мы уже в Батырево, Батырево. Теперь надо арендовать этот воздушный шар. Ну, сука, его здесь нету. Заебись просто. Походу, кто-то уже его арендовал. Я что-то сразу не заметил, что его здесь нету. Ну, давайте, в принципе, просто постоим, подождем. Кстати, что у нас там по компании? Давайте посмотрим. Кто не знает, в компании зам. YouTube Squad, в принципе. Она здесь, кстати, рядом находится. Так, 2 награды, 25 человек. Надо будет еще наборчик сделать. Надо будет 5 человек принять в компанию, чтобы тоже катали. Зарабатывали бабочки. И себе и компании. Награды что-то у нас вообще не получается брать в последнее время. Вот раньше у нас была, знаете, типа такая, ну, классная команда. Там Антон, Егор, Яд, пацаны, короче, все. И мы реально топы брали каждый день. И из 5 обменов наград выбили 5 раз подряд магнумы. Вот это было реально круто, а сейчас почему-то так не получается. Все, приземлился наконец-то. Вот так, 5000 аренда стоит. И я получил 3472 рубля. То есть я даже не купился. Ну, зато одно списочком мы получили. Просто угадайте, что произошло. Конечно же, меня, сука, крашило. Я есть такой из батырева, выезжаю, короче, и у меня тупо игра зависает. И потом она просто сама закрылась без какой-либо ошибки, короче. Так, давайте поменяем машину. Блин, столько машин много, даже не знаешь, как убрать. Давайте, знаете, какую возьмем? Возьмем гелик. Возьмем просто гелик и на нем поедем сначала в пермабанк. Потом поедем уже в казик. Надо выиграть 50 тысяч. Так, все, дело сделано. Теперь надо получить свои законные бабочки. 9500 рублей. Это довольно-таки неплохо. Так, давайте посмотрим, сколько мне осталось до 15-го скилла. Еще нужно будет 6 раз, то есть 6 дней. Главное не забыть сюда ходить просто, и тогда можно будет качать скилл. У меня в точном хайдайс надо сыграть, по-моему, да? Так, хайдайс, да, хайдайс. 50 тысяч. Так, давайте напишем. Опачки, девочки. Так, сейчас надо сразу бросить кости. Все, 11. Ну, пожалуйста, я должен выиграть просто, пацаны. Сразу выпадает 11. Тактика, короче, есть две тактики. Это либо кидать сразу, либо вообще и кидать. Главное, чтобы ему сейчас 12 не выпало. В смысле ему 12 выпало? Вы охуели, блядь. Так, пацаны, я не хочу так легко сдаваться, сука. Я хочу выиграть 50 тысяч. Я просто хочу выиграть 50 тысяч. Так, давай тоже ставь. Владимир Матвеев. Мне надо затащить, пацаны. Ебаный насос. Понимаете? Мне нужно выиграть 50 тысяч. Так, надо сразу бросать будет. Так, 11 обратно выпало. Сука, только тебе выпадет 12, блядь. Я его нахуй зарежу просто. У меня второй раз выпадает 11. А мне нужно, чтобы выпало 10. Все, пацаны. Я заменил. Просто красавчик. Пришел, выиграл и пошел нахуй. Я не любитель ходить в казино, но для Дали это надо было сделать. И тем более я как бы отбил и свои деньги и ушел в плюс. Машины, скорее всего, я в Фоме не буду обновлять, потому что я хочу дождаться ГО, когда выйдет новый модпак и там будут новые машины. И уже тогда можно будет покупать как бы новые машины еще в Фому. А так я купил Виламбы, потому что я уверен, что они подорожают в ГО. Не знаю, такая чуйка у меня, чуйка. Что она будет стоить не 12 миллионов, а где-то 15, может больше даже. Поедем на наш шанс, будем принимать людей в компанию. Так, вот у нас первый пацанчик хочет ТК. Так, 99-й. 29-й скилл. Ну, давайте еще одного примем. Хотя у нас, по-моему, был, да, Демон Хантер был, в принципе. Ну, ладно, давайте его примем обратно. Просто мы увольняем тех, кто норму в день делает. Так, давайте пока нету никого, кто хочет в компанию. Давайте посмотрим, что тут продается. Так, Ромка Пудуль продает, получается, Раптор Ком 3 7-очки. Ламба здесь стоит. Кстати, Матвей, по-моему, хотел Ламбу. Матвей Скалеты. Но здесь хозяина, походу, нету. Потом РСка стоит, в принципе. Но самый интересный пацанчик, это вот копеечка здесь стоит. С нами Ричман. Я не помню, как это переводится. Тем более, на копейке именно номер, это, конечно, жестко. Хотя у меня на копейке, помню, был Фулблат. 3К 3-3, да, был Фулблат у меня на машине. Но я потом его снял и поставил на Раптор, а Раптор потом обменял на номера Playboy. Я все-таки решил поставить эту Ламбу, потому что, ну, у меня друг хочет ее купить. Ну, не именно ее, а вообще хочет Ламбу купить. Так, здесь у нас есть улучшение двигателя, антирадар. И, в принципе, все. Целка 92. Номера стоят цветные. 3О 011. 15 лямов. Ей цена. Я другу, в принципе, его номер скажу, наверное, и если он захочет, он у него ее купит. Короче, я тут отошел на пару минут написать, ну, другу, просто номер телефона этого пацана, который на Ламбе. И я такой смотрю, елик пропал, думаю, не понял. Пишу GPS, он там где-то в поле находился. Потом захожу домой, он в гараже стоит. Потом пишу car, смотрю. А у меня мурка, блядь, на штрафстоянке стоит, пацаны, это пиздец. Сейчас, короче, забираем муренку. Муренку, блин, что я так начал называть? Мурка, короче. Сука, блядь, у вас неоплаченные штрафы. Ну, вы издеваетесь, блядь. Так, приехал я на вокзал, потому что здесь ближайший банкомат находится. Сейчас посмотрим, сколько у меня там штрафов. Ну, по идее, немного, хотя хрен его знает, я забыл, когда последний раз их оплачивал. 34 тысячи. Ну, не сказать, что много, и не сказать, что мало, в принципе, нормально. Я вчера, короче, стоял на ношании, и делал набор. И стоял на траве, на мурке. И меня посадили в доме, в доме, на РП. Скорее всего, они меня и посадили, и машину на штрафстоянку отправили. Ну, такое себе дело, конечно, пацаны. Мне вот это правило новое так бесит просто. Вот, допустим, да, вы сделали новое правило, не парковаться на траве на ношане. Ну, поставьте табличку хотя бы какую-то, ну, типа, с помощью маппинга. Это ж можно сделать, там, ноу-паркинг, либо еще что-то. Потому что, ну, я об этом не знал, типа, что нельзя так делать. Что нельзя парковаться на траве. Меня тупо посадили, я психанул, задонил 60 рублей, вышел с домогана, и дальше проводил набор, короче. Сейчас, короче, заберем мурочку нашу, родную, маленькую, китю. Так, сколько мне надо заплатить? 36 тысяч еще заплатить. Нормально, пацаны, нормально. Елик пропал, сейчас мурка появится где-то вот здесь. Да, я ванга просто. Я уже не первый раз просто забираю машину со штрафстоянки, поэтому я уже выучил, где она спавнится. 92, давайте сейчас починим, что у меня там по ремочкам есть. А если у меня только две ремочки, надо хотя бы минимум три. Поэтому сейчас пойдем 24 на 7. Что, интересно, у нас получится из первого раза его починить или нет? А, получилось, нихера себе. Вот это я блатной пацан. Все, теперь можно ехать на Нашан, брать рейс и уже дальше катать. Заебись, ебать, выехал и сразу тут мафия грабит. Да, сейчас будет на Нашана, конечно, грабить людей к обочине. Ну, окей, давайте припаркуемся. Не будем с ними спорить. Это чувак, как на БМВ, короче, давит, смотрите. Это ограбление. Ну, давайте, пацаны, грабьте меня. Чего вам надо, ебать? Ебаный сос. Так, 15 тысяч, ты свободен. Передал конверт. Давайте напишем. Все, передаем ему 15 тысяч, в принципе, и можем пиздовать дальше, как я понял. Да, пацаны, блядь, наездился, называется. Меня еще крашило перед этим. Написал админам, что я засрал. Но, конечно же, хуй, кто мне поможет. Хотя онлайн такой уж и большой. Я думаю, мой репорт можно было бы увидеть. Ну, как говорится, хуй, кто тебе поможет, поэтому помогай себе сам. Сейчас попытаемся как-то его вытолкнуть нахуй отсюда. Ебать, я силач просто. Давай нахуй, пиздуй отсюда, блядь. Пиздуй. Во, блядь. Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет, пацаны. Запомните нахуй. Потому что, блин, админов сколько в сети? Вот, давайте посмотрим. Три админа в сети. И некому, сука, мне помочь просто, понимаете? Я написал в репорт, и мне никто даже не ответил. Короче, пацаны, я тут придумал одну тему. Ну, как придумал? Я приезжал мимо и решил, почему бы нам не попробовать въебаться кое в какое место. А в какое место, пацаны? Это вот это место. Ебать! Просто мусоров снес, либо. Блядь, надеюсь, мне сейчас пизды не дадут. Они там, короче, дорогу перекрыли. А я такой проезжал мимо, такой, ну такой соблаз просто их въебаться. Типа, я думаю, ладно, буду назад ехать, типа, врежусь. И вот так оно и получилось. Я, может, потом замедленным видео вам покажу, пацаны, как это было. Потому что, ну, я не хочу останавливаться, потому что они могут меня, как бы, арестовать. Хотя звезд у меня, как бы, нету. Но за такой поступок меня можно арестовать. Не нужно там писать, типа, вот, он РПшник и так далее. Я, пацаны, так не делаю, как бы, никогда. Просто, ну, реально захотелось так сделать. Я вот зашел, короче, и подумал, почему бы мне не затюнить мою Audi RS6. Потому что, ну, хочется на нее какой-то винил поставить. Поэтому сегодня мы этим займемся. Точнее, не сегодня, а сейчас. Так, давайте, короче, берем Audi RS6. У нее сейчас тоже неплохой, в принципе, внешний вид. Сказал я, и у нее мотор двигается. Но ничего страшного. Она сейчас тоже неплохо выглядит, но хочется на нее какой-то винил поставить, типа. Чтобы она выглядела еще красивее. Да, 700 тысяч снимаем, в принципе. И поехали тюнить нашу малышку. Я не знаю, какой цвет ей подобрать. Винил я уже понял, какой я возьму. А вот насчет цвета, это будет спорная тема. Надеюсь, получится нормально, и я не зря потрачу побосики. Вот, подержаем уже к СТОшечке. Давайте, залетаем просто так. Есть такой винил, есть такой винил, есть такой винил. Но самый нормальный винил из этих, я считаю, это именно вот этот. Поэтому сейчас мы его покупаем. Так, нажимаем купить 500 тысяч. Пацаны, это, короче, полный пиздец. Потому что я пересмотрел все цвета, и они очень тусклые. Как бы я хотел машину неяркую. Потому что, ну, у меня сильно много ярких машин. И хотел, чтобы такое неброское. Но я пересмотрел все цвета под винилом этим. И винил вообще не видно. Типа, ну, я поставил винил, потратил 500 тысяч. Если ставить цвет, чтобы винил почти не было видно, то в этом никакого смысла нет. Поэтому, самый нормальный цвет, который я подобрал, это красный. Оброчи, ладно, хрен с ним, не будем больше бабки тратить. Я думаю, так тоже нормально пойдет. В принципе, на восстонах, на черных. Так что, заебись, пацаны. Даже мгшит просто, блин. Я ехал, короче, и за мной мусора. Поехали, типа, сирену включили. Хотя у меня даже розыска нет. И типа, они что-то ко мне пристали. Даже не могут нормально написать. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, пацаны, в чем прикол? Был уже такой же самый Магнум там, Никита Киселев. У него такой же самый Магнум в такой же раскраске. И он два раза проехал на красный. Они подумали, что это я и хотят сейчас меня, типа, наказать. Выписать мне штраф там и так далее. Но, блядь, я на зеленый только езжу. Я на красный езжу, поэтому пусть они хуйца пососут. Короче, пусть меня шмонают. Все равно ничего нету. Поэтому мне нечего бояться. Пусть шмонают, как бы. Я подозреваемый. Хотя я проехал, сука, два раза на зеленый. Это Никита при мне проехал два раза на красный. Я стоял на красном, а он пролетел на меня и поехал дальше. И у него Магнум в такой же раскраске, в точь-в-точь. Но диски у него другие. И номера другие. Поэтому эти менты реально какие-то дауны просто. Смотрите, он пошел еще другого дальнобойщика останавливать. Блядь, и мне хер делать просто в этом дальнобойщиков тормозить? Или что? Я не понимаю. Вы свободны. Блядь, так бы сразу. А то, что вы грубите? Что вы оскорбляете? Да потому что, блин, просто так зачем меня останавливать? Я просто из-за них проебал 10 минут своего времени. Я бы мог уже взять рейс и уехать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok